Документы оборот 3.0 Документы оборот 3.0 Это ознакомительная версия То есть она не является готовым продуктом Она еще не в продаже Она предназначена для того, чтобы мы с вами могли сесть и посмотреть На чем работали наши коллеги с отдела разработки 11 документов оборот Посмотреть функционал программы И начинать уже для себя решать Нравится нам, не нравится Возможно, будем ли мы использовать И потихоньку Еще даже не планировать переход А скорее уже Размышлять над тем Что у нас будет доступно Сроки по выходу новых версий Объявляет официальный канал 1С Поэтому тут, скажем так, ничего нового не скажу вам У нас с вами источник 1 По плану нашего вебинара Изначально ознакомимся с интерфейсом С новым интерфейсом, немножко скажу Немножко измененным И затем Перейдем к основным изменениям в работе с документами Это касается, скажем так, нас касается напрямую Потому что документы оборот Мы используем для работы с нашими документами И все изменения в этой части для нас очень важны И затем у нас будут такие вот Большие три кита Новая конфигурация Три самых больших изменения Которые появились Которые мы будем рассматривать То есть Первое Это измененная обработка документов Интересно уже, да? Что за такая обработка документов Все мы привыкли к нашим процессам и схемам Как же будет выглядеть новая обработка документов Первый кит наш Затем Второе большое такое изменение Которое мне кажется довольно важным Это работа с документом С файлом документа В режиме замечаний Еще сразу хочу сказать Что это параллельная работа Вот такую классную функцию Доработали в документообороте И будем детально смотреть С демонстрацией базы, конечно же И затем третий кит Который, в принципе, даже мы не предусматривали Это правила коммуникации Предопределенные правила Которые мы сами настраиваем в системе Для того, чтобы ограничить, допустим Возможность адресования служебной записки Руководителю своего руководителя Допустим, если мы хотим такие варианты сократить То будем пользоваться правилами коммуникации Расскажу, конечно, подробно, как работает И еще одно очень большое изменение У нас произошло в работе с правами доступа Скажу, вот тоже такой интересный факт У нас убрались политики доступа К этому мы сегодня доберемся И расскажу подробнее И также по дороге тоже или в конце Соберем такие маленькие изменения Которые нам упростят работу Без дальнейших замедлений Давайте откроем нашу базу документа оборота 3.0 Вот наш документ оборот Редакция 3.0 Сейчас у нас используется демонстрационная база Не пустая, уже с какими-то введенными данными Для того, чтобы мы могли с вами смотреть На каких-то живых примерах Что приятно Обычно в домобазах все документы старые Но здесь, поскольку ознакомительная версия вышла буквально 25 декабря Прошлого года, конечно То все даты, они более-менее свежие Что ж Давайте посмотрим под пользователем В данном случае у нас доступно 3 пользователя Администратор, секретарь и директор Федоров Вот таким образом у нас теперь выглядит начальная страница Как видите, виджеты сами по себе сильно не изменились Но появился новый виджет Скажем так, который можно самому себе тоже настаивать Это что-то наподобие закладок Как мы часто используем в Google Chrome или Opera То есть мы можем вывести себе часто используемые кнопочки Команды Создание своих, скажем так, видов документов С которыми мы часто работаем Часто создаем Вывести свои справочники И, собственно, здесь у нас есть возможность быстро переключаться Сделано, насколько бы для удобства Как мы все привыкли, у нас есть также главное меню Но, возможно, для того, чтобы не искать долго по настройкам команду, которая нам нужна Мы можем пользоваться вот таким вот виджетом на своей начальной странице Давайте посмотрим, что у нас происходит с документами Как видите, сразу бросается в глаза Что у нас нету теперь документов внутренних, документов входящих, документов исходящих Все три потока документов у нас теперь объединены в документы предприятия В этой форме у нас появились также дополнительные фильтры То есть новый интерфейс, который при первом пользовании Возможно, особенно если вы уже привыкли пользоваться старыми версиями документов оборотов Понятно, что это будет новое, что-то интересное Возможно, вы не сразу привыкнете Но здесь скорее тот случай, когда мы не знали, что нам это нужно Но оказалось, что это очень удобно Со всем реестром документов работать просто Фильтры, как видите, здесь имеются По организации, по тематикам документа Кстати, что интересно, новый справочник Расскажу сейчас о нем тоже И что интересно, есть такой у нас параметр по прочтенности То есть все средства документов, которые мы открываем в документах предприятия Как видите, у нас некоторые обычным шрифтом выделены, а некоторые вот такие жирненькие, да, болт Это значит, что этот документ не просмотрен нами Понятно, что это действует для каждого пользователя в частности И таким образом можно сразу посмотреть, допустим, выбрать вид документа, с которым мы работаем часто В фильтре И просмотреть сразу, какой новый документ внизу или сверху появился Без бесконечного скроллинга документов И проверки регистрационных номеров или дат Это очень удобно Давайте откроем карточку Документа Видите, здесь, в принципе, у нас там изменений не сильно, не сильно они видны Появилась новая вкладочка обработка Об этом как раз мы будем с вами говорить Это наш первый кит большой, о котором буду рассказывать, что изменилось в обработке И также доступ Здесь также есть область предпросмотра документа Тоже удобно для... Если вы хотите найти там определенный документ, вы не знаете его регномера Есть несколько вариантов Вы все проклассываете, прокликиваете и просматриваете здесь Сразу можно переключиться Давайте какой-то хороший пример возьмем По задачам, которые сейчас висят по этому документу Активные задачи И, конечно же, у нас есть файлы Как видите, здесь то, что интересно Предназначения файлов теперь разделяются У нас может быть основной файл, то есть содержание документа и приложение Это могут быть... Допустим, если мы говорим про договоры То здесь можно в содержательном файле Прикладывать именно рамочный договор В приложениях добавлять спецификацию, допустим Также здесь в области предпросмотра Есть такая быстрая ссылка на важные связи этого документа С какими еще документами или проектами или мероприятиями Соединен этот наш данный документ, который мы выбрали И, соответственно, можно сразу быстро перейти в отчет по связям И просмотреть Вот таким вот образом Это тоже существенно нам помогает в экономии времени Видите, в принципе, тоже больших изменений нет по выведению связи Но интерфейс позволяет нам теперь просматривать больше данных За короткие промежутки времени Что ж, про прочтенность рассказала Как видите, здесь по интерфейсу здесь, наверное, будет все Что такое тематики документов? Тематики документов — это новый справочник Можно сравнить, в принципе, поставить в ряд с видами документов То есть мы присваиваем виду документа Давайте сейчас на реальном примере покажу Открываем нормативно-справочную информацию Виды документов Кстати, тоже небольшие изменения Хотя нет, скорее, большие изменения в интерфейсе Мы сразу можем смотреть и получать детальную информацию По каждому виду документа Сколько есть тематик, сколько шаблонов И различные параметры, которые присвоены данному виду документа Некоторые параметры выводятся Как видим, здесь у нас для входящего письма Настроено 10 тематик по шаблону То есть мы можем использовать тематики вместе с шаблонами документа По виду документа Тематики могут быть разные Это справочник, который мы сами создаем Соответственно, его можно ставить в некоторые условия по обработке документов То есть для документов с разными тематиками Мы можем вносить небольшие корректировки по маршруту Хотя скорее маршрут Здесь, в принципе, больше не используется понятие как маршруты Используется понятие обработка документа Поэтому, наверное, условно, что-то здесь не очень корректно Что еще интересно? Наверное, вы тоже сталкивались с такой проблемой Когда у нас была, допустим, старая база документа оборота Сейчас есть новая база документа оборота И в старой базе у нас использовались какие-то устаревшие шаблоны документов Или виды документов Или то, что мы больше не используем Или решили Так, секундочку У нас проблема, очевидно, у пользователей наших угостей С демонстрацией Коллеги, видно ли сейчас базу? Пожалуйста, подпишитесь Потому что видно, слышно Окей Я попробую выключить и включить демонстрацию Для того, чтобы у некоторых пользователей Может, поможет Так, остановить И Я запускаю еще раз Пользователи, у которых Коллеги, если не видна демонстрация А остальным видно Возможно, у вас спелись настройки вида в самом зуме Попробуйте Попробуйте в правом верхнем углу у себя Посмотреть Может Да, Алексей, я с вами согласна Если большинство пользователей ничего не пишет То значит, что Предположительно, все Окей Окей, хорошо Так, по тематикам документов Все мы знаем проблему Если, допустим, у нас использовались какие-то старые шаблоны для Шаблоны документов и виды документов Которые сейчас мы решили не использовать Как тогда быть? Мы обычно что делали? Помечали этот шаблон или вид документа целый На удаление для того, чтобы пользователи не могли его просматривать Ну, да и админы, в принципе, тоже И создавать документы по этому шаблону В некотором роде это не совсем правильно Потому что по принципу, наверное, всех программ 1С У нас в базе должно все сохраняться И помечательное удаление нужно в крайних случаях Здесь же как раз разработчики очень умно подошли к этому вопросу И предлагают нам использовать параметр недействительность И недействительность можно указывать с даты То есть можно планировать недействующие документы Допустим, если мы знали, что в декабре прошлого года Что у нас больше не будет использоваться документ определенного вида Что мы делаем? Мы рассылаем всем пользователям На ознакомление информацию Что вот такой документ прекращает, скажем так, возможность своего создания И его создать больше будет невозможно Но при этом все документы с этим видом будут С данным видом и с тематикой Будут видны в общем реестре документов предприятия И не будет никаких пометок на удаление Если вы уже что-то удаляли в базе 1С на совсем То вы знаете, как приятно смотреть на реквизит Который заполнен объект не найден Соответственно, для этой цели у нас как раз используется Вот такой параметр не действует с даты Можем поставить, что у нас 1 февраля Данная тематика будет недействительна Также такой новый функционал у нас Становится доступен для справочника Контактные лица в контрагентах То есть таким же образом у нас в карточке всех документов Сохраняется информация об этом контактном лице Но выбрать его, когда он действительно невозможно Это правильный и корректный подход Который был интуитивен и понятен нам с самого начала И теперь решение 1С документа оборота Становится, скажем так, более интуитивным И приближенным к нашим с вами хотелками и требованиям Что ж, также про роли файлов рассказала вам Еще есть небольшое изменение в регистрационных В работе с регистрацией и регистрационными номерами Появилась возможность, во-первых, использовать временные Регистрационные номера для документов Больше не нужно их искать нашими своими интуитивными способами Если нам нужно найти документ, мы знаем его временный номер Или, допустим, хотим поделиться документом Документом, знаем его временный номер Делимся и человек его находит Больше не нужно использовать эти внутренние ссылки Как обычно это делалось, да, на конкретный документ Для отправки Еще тоже немаловажное изменение У нас появилась возможность Использовать пропущенные номера в регистрационном номере Что это значит? Если, допустим, мы написали документ, зарегистрировали его И затем внесли ручное изменение регномера Получается, что присвоенный регномер Считался бы занятым уже в наших предыдущих версиях Ну, скажем так, не предыдущих, а текущих версиях Которые мы используем Документ оборот 2.0.2.1 И этот номер Затем Следующий документ, который мы будем регистрировать Будет Инкрементно То есть выше уже на 1 И, соответственно, наш пропущенный номер Просто потеряется Для того, чтобы заполнить эти, скажем так, гэпы Есть Функция использовать пропущенные номера Можем включить И Должна появиться вкладочка Ну, окей Тут, наверное Нужно будет перезаходить Окей Что ж, давайте с вами посмотрим На нашего первого кита Это обработка Документа Скажу сразу Планируется Использование Именно вот в таком виде, как мы видим Закладочки обработка Потенциально финальной версии Для всех наших нужд Будет ли использоваться дальше Схемы и проекты Ну, то есть Будет ли использоваться Привычные нам Маршруты и схемы Параллельно с Вот такой обработкой Пока неизвестно Но Скажу, что Потенциально Планируется переход полностью На вот такой вид обработки Он является Линейным Пока что Но в финальном продукте Обещают разработчики Видеть все возможности По разветвлению И так далее Конкретно Тут Скажем так Конкретных данных Пока нет Знаем только, что обещают А как видите Здесь Первое, что бросается В глаза Это естественно Первое отличие Когда мы с вами ввели Обработку документов Через процессы и задачи Для того, чтобы просмотреть Куда дальше документ направится Нам нужно было Делать несколько Интересных движений Просмотреть Бизнес-процесс Посмотреть задачи По бизнес-процессу И углубляться В Собственно Эти данные Здесь же Нам предоставляется Прозрачная информация По маршруту Скажем так Как есть Да, это у нас Обработка документа А не маршрут По данной обработке С разворачиванием До конкретных Сотрудников Сразу Это не значит Что мы не можем Никаким образом Назначать роли Или автоподстановки Наоборот Здесь Уже даже В демо-версии Есть шаблонная Стандартная Автоподстановки Для различных Целей Покажу дальше Но в данном случае На закладке Обработка Мы видим сразу Конкретного пользователя Который будет Выполнять Эту задачу Понятно, что Если мы указали В действии Исполнителя Роль А на роль назначено Более чем Один сотрудник Допустим Два И задача Попадет Двум сотрудникам Одновременно То в таких Случаах Понятно, что Мы не увидим Конкретного пользователя Для которого Будет разворачиваться Не разворачиваются Действия До пользователя Потому что Система Не может Проработать Такой вариант Нет конкретного Пользователя Есть роль А во всех Остальных Случаях У нас Будет Конкретный Пользователь Это очень Есть что-то Это очень Прозрачно То есть Мы сразу Увидим Кому Документ Пойдет Точно Здесь На закладке Обработка Также Как будем смотреть Параллельное Согласование Сразу Покажу Как изменяются Индикаторы Очень интересный Тоже Светофор Такой И посмотрим Где же Настраивается У нас Обработка Для Документов Она Настраивается Через Виды документов В Настройках Обработки Тоже Можете Заметили Что появилась Такая Обкладка В Карточке Виды документа Давайте Выберем Заранее Подготовленный И Настройки Обработки Что у нас Сохранилось У нас Сохранились Действия То есть У нас Есть Действия Согласования Действия Исполнения Ознакомления Подписания Регистрации И так далее Что добавилось У нас Действия Теперь Ходят Скажем так Не по процессам Или маршрутам А по правилам Обработки Изменились Вот Такие Порядки Изменилась Изменилась Сама Работа С настройкой Процесса Настройку Процесса Мы Сразу Присваиваем Данному Виду документа С которым Мы работаем Его же Карточки Как вы Можете Заметить Настройки Правил Обработки Является Тоже Имеет Параметр Действителен И Допустим Если мы Хотим Изменить Маршрут Обработки Документов С какого-то Определенного Числа Мы Можем Его Теперь Запланировать То есть Не обязательно Заходить В этот День Конкретно В эту Дату И Вносить Изменения В базу Как мы Это все Делаем Можно Запланировать И Указать Что действует С определенной Даты И Соответственно Все документы Которые Будут Созданы С Новой Даты Пойдут По Новому Маршруту Конечно Предупредить Пользователей Об этом Правила Обработки У нас Настраиваются Вот в такой Форме Можно То есть У нас Есть Определенные Действия Для Каждого Вида Документа Для Каждого Вида Документа Эти Действия Можно Уточнять Для Различных Тематик Давайте Попробуем Сразу С вами Настроить Будет Интересно Вести Учет По Тематикам Создадим Новую Тематику Чтобы У нас Было Их Две Запишем Конечно Карточку У нас Как видите Есть Вознакомительная Версия Моменты Которые Конечно Будут Устранены В Финальной Версии В данном Случае Бак С кнопочками Но Мы Не будем Сильно Придираться Мы все знаем Что это Знакомительная Версия И Об ошибках Стоит Упоминать Но Не Придирать Что же Здесь У нас Как раз Выбирается Тематика Для которой Мы бы хотели Уточнить Сроки Действия И Какое Именно Действие Или действия Для данной Тематики Будут Отличаться От Основного От Основной Обработки То есть Допустим Если У нас Все Договоры Оренды Оборудования Ходят По одному Маршруту Обработки Но При этом Если Тематика 1,2,3 Это другая тематика Новая Которую Мы указываем Нам нужно Чтобы в список Согласования Нам нужно Чтобы в список Согласования Попадали Дополнительные Пользователи Так Мы сейчас Под Секретарем Сидим Немножко Перезайдем Под Администратором И Возвращаемся Допустим Нам нужно Нам нужен Другой Список Согласующих Для определенной Тематики Документа Или Вида Документа Собственно Его мы Здесь Уточняем Это Немножко Отличается От нашего Привычного Подхода Когда Мы Создавали Одно Или Несколько Действий И В зависимости От условия Прописывали Условия У нас Процесс Проходил По Машутизировался И проходил По Новой Ветке Скажем Так Здесь Мы Немножко Уходим От Такого Способа Работы С Процессами И Переходим В новый Таким Вот Образом Также Есть Интересная Настройка Когда Именно Нам Нужно Разворачивать Данные По Сотрудникам До Конкретных Пользователей При запуске В обработку При заполнении Действия Или Перед Вополнением Действия Особенно Здесь Также У нас Параметры Которые Позволяют Включать Форму Параллельного Согласования Документа Она Нам Очень Прикодится И она Находится В Настройке Действия По Виду Документа В обработке Интересно То Что Пользователь Конечно Не Внедряется Обычный Пользователь Который Работает В документ Не Вполняет Свои Задачи Он Не Внедряется В процессы Условия Моржитизации При Открытии Документа Предусматривается Такая Работа То Что Пользователь Открывает Создает Документ Заполняет Этот документ Добавляет Файлы Заполняет Реквизиты И Записывает Приходит На Кладочку Обработка И смотрит Перепроверяет Также Куда документ Пойдет И Правильно Ли Он Скажем Так Развернулся До Сотрудника Если Есть Какая-то Ошибка То Понятно Что Легче Ее Предусмотреть Нежели Чем Потом Искать Процессы Исправлять И так Далее Здесь Наверное Даже Можно так Сказать Что Администратору Стало Легче Ухаживать За системой Обслуживать В том Плане Что Не Нужно Работать С Ошибками Когда Пользователи Сами Могут Проверить Документ Который Отправляют И Удостовериться Что Все Правильно Идет И Если Что-то Вдруг Не Так То Тогда Обращаться В этом Плане Тут Наверное Плюсик Разработчикам За Такую Логику Но При этом При этом При этом У нас Не Получается В данной Знакомительной Версии Реализовать Какие-то Интересные Сложные Схемы Когда У нас Есть Разветвление Когда Нам Можно Рисовать Схему Процесса И Добавлять Действия Привычным Нам Способом Здесь Скорее Всего Разработчики Еще Работают Над Этим Но Пока Скорее Так Не Показывают Так Что Что Еще Хочу Добавить Пользователь Также Может Ну В данном Случа Немножко Баг Домобазы У данного Пользователя Нет права Но У пользователя Должно Быть право Остановки Процесса Обработки Документа Это Код администратора Сейчас Посмотрим Как это Выглядит Для того Чтобы Мы могли Видеть Весь Функционал Так Вот У нас Есть Кнопочка Остановить При этом Что Происходит Допустим Документ Утратил Свою Действительность Или же Контрагенты Прислали Новый Договор Этот Договор Не Нужно Согласовывать Нужно Прервать Обработку Документа Для того Чтобы Впустую Не тратить Рабочее Время Своих Коллег И В принципе Отметить Что этот Документ Утратил Действие В процессе Его Обработки Указываем Причину Остановки И Останавливаем При этом У нас Все Действия Отсюда Исчезают Какой-то Бак Или Глюк Скажете Нет Это Ход Событий Которые Предусматривали Разработчики Заходя На эту Платку Даже Заходя В документ Мы Сразу Можем Видеть Что Обработка По документу Не Происходит И Даже Не Заполнено Это Первый Такой Визуальный Наш Знак О том Что По этому Документу Ничего Не Происходит Нужно Либо Что-то Сделать Либо Запустить В обработку То есть Много Вещей Которые Мы С вами Просматривали Своим Образом Через Процессы Задачи Использовали Различные Отчеты Теперь Поросается В глаза И Помогают Среагировать То есть Если Мы Сошли Документ Или Допустим Ошибочно Означили Документ Мы Сразу Видим Что Обработки Здесь Не Происходит Что-то С Этим Документом Для того Чтобы Посмотреть Возможно Этот документ Уже Обрабатывался Или В данном Случа У нас Была Обработка Но была Остановлена В этой Форме История 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 Обработки Открывается Отчет С детальными Данными По Нашему Документу По его Обработке Какие Задачи Были Выполнены Если Были Здесь Мы Сразу Видим Что Задача Только Ушла На Выполнение И Не Было Ни кем Выполнено Или Не Выполнено Или Принято Не Принято Обработка Была Прервана Очень Тяжело Кстати Говорить Об Обработке Документов И Скажем Так Уходить От слова Процесс Потому Что Для Чтобы Не путать Вас Поскольку У нас Использовались И Используется Сейчас В наших Версиях Документы Обрата Процесса А здесь Уходим Немножко От Такого Понятия Поэтому Стараюсь Говорить Именно Обработка Сможем Получить Очень Детальные Данные По Обработке Документа Из Его История Если Мы Решили Что Нам Нужно Только Внести Изменения В проект Договора Или В файл Мы Останавливаем Обработку Вносим Изменения И Только Затем Заполняем И Еще раз Стартуем Обработку Документа Как видите Здесь Есть кнопочка Заполнить Опять же Таки Просматриваем Проверяем Все ли Правильно У нас Сформировалось И Разворачивание До Пользователей Как раз Здесь Тоже Настройка Играет Поскольку За время Пока Мы Редактировали Наш Файл Допустим Исполнитель В роли Мог Измениться Понятно Что Здесь Уже Подтянется Другой Сотрудник Новый Который Был Назначен Допустим На Конкретную Роль И Затем Нажимаем Начать Обработку И Что Еще Интересно Появилась Скажем Так Наконец Появилась Возможность Легко И Просто Добавлять По факту В шаблон Обработки Который Мы Создали Новых Участников И Новое Действие Если Мы Видим Что Сугубо Для этого Документа Для этого Случа Не Нужно Вносить Изменения В шаблон Нужно Просто Исключительно Для этого Документа Добавить Какого-то Одного Сотрудника Или Двоих Или По своему Осмотрению Мы Можем Это Сделать Вот С такой Кнопочкой Добавить Убираем Действие Здесь Немножко Баг Ознакомительной Версии Но Как мы Уже Договорились С вами Не будем Сильно Обращать На это Внимание Мы Все Знаем Что Это Ознакомительная Версия И Скажем Так Тестируем Здесь У нас Такая Возможность Появилась И Лично Я Очень Рада Этому Потому Что Много Пользователей Много Коллег Коллеги Всегда Говорят О том Что Как Добавить Нового Сотрудника В шаблон Процессы И так Далее Тяжело Объяснить Но Появилась Такая Возможность Были Всякие У нас Различные Версии Для обхода Да То есть Доправляли Подзадачи Комментарии Вопросы И так Далее И здесь Наконец-то Появилась У нас Возможность Добавлять Пользователям Действия И Отдельных Сотрудников Вот Таким Образом У нас Выглядит Теперь Обработка Документов Поделитесь Пожалуйста Что Вы Об этом Думаете В комментариях После Нашего Вебинара Я с вами Останусь Будем Переписываться Мне очень Интересно Услушать Что вы Об этом Думаете Поскольку Мне лично Сначала Не очень Понравилось Странный Подход Но Обычно Так Кажется Для всего Нового Но Спустя День-два Буквально Я поняла Что Этот вариант Лучше Потому что Он более Прозрачный И Более Понятен Именно Для пользователей Тех Которые Будут Пользоваться Системой И Работать Так Что ж Хорошо Давайте Теперь Посмотрим На нашего Второго Кита Большого Это Рапки В режиме Замечаний Как это Выглядит Попробуем Под Пользователем Показать Сквозной Процесс Как это Выглядит Давайте Создадим Документ Договор Аренда Оборудования Немножко Мы уже Здесь Поигрались Как видите С тематиками Сразу Новая Тематика У нас Присутствует Вот здесь В шапке В виде Документа Она идет Через Дефис Заполняем Данные Данные Которые Нам Нужны Здесь Есть Также Файли Кстати Тоже Обязательные Условия Для использования Параллельного Согласования В режиме Замечаний Необходимо Чтобы Был Прикреплен Файл И чтобы Он Являлся Чтобы Он Был С видом Содержания Если Есть Файлы В приложениях То Такой Вариант Не Проходит Нужно Чтобы Это Был Основной Файл Так Согласование Договора Немножко Технический Момент Давайте Выберем Другую Тематику И смотрим В обработке Видите Как нам Пригодилась Функция Мы сразу Посмотрели Куда Документ Пойдет В согласование То есть Я увидела То что В согласовании Не было Пользователей Не было Сотрудников Заполненных Это значит Что В данном Случа Мы выбрали Неправильную Тематику И вот Эти моменты Это как раз То Что Хотели Наверное Исправить Разработчики Один из документов Оборота Нового Это удобство Эксплуатации Что ж Записали Карточку Документа Обратите внимание Поскольку мы Сейчас Зашли Поскольку мы Находимся В системе Под администратором У нас Также есть Кнопочка Выполнить Выполнить задачу Под пользователем Сразу Выберем Здесь Начнем Обработку И Видите Что У нас Ушло Запустилось Действие Согласования И ушло Две Задачи Согласования В данном Случа Под директору И Настроил Процесс Для Рандомного Сотрудника Великановой Зашли Под Великановой И Зашли Под Федоровым Помним Что У нас Задачи Генерируются С помощью Регламентного Задания Которое Срабатывает Раз в определенное Время Здесь Если я не ошибаюсь Это раз В 10 секунд Поэтому Возможно Что Не сразу Появится У нас Наш документ Мы можем Видеть Здесь Что У нас Идет Сортировка По дате Создания И Легко Видим Наш документ Вверху Списка Открываем Задачу И Что мы Видим Видите В фоновом Режиме Открылся Открылось Приложение Ворда И Открылась Вот такая Новая Форма Для работы С Замечаниями Я Специально Не сказала Что для работы С файлом Потому что По факту Все изменения Которые нам нужно Внести в сам файл Непосредственно Ворд Док 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 Или Док Икс Мы Должны Делать В ручном Режиме Но при этом То есть Открывать Покажу Сейчас Все покажу Открывать Приложение Ворд И Вносить Замечения Но при этом Облегчена Как раз Работа С Замечаниями Все мы знаем Возможно Кто-то не знает Я думаю Что все Здесь в курсе Что Как Обычно Проходит Согласование Особенно Если это Новый Договор Между Двумя Организациями У Двоих Организаций Или Даже Внутри Организации Есть Департамент Юристов Есть Коммерческая Служба И так далее И Директор И У всех Есть Определенные Комментарии К Тексту Договора Причем К разным Местам Файлик Этого Договора Отправляется По почте Н-ое количество Раз В конце Проставляются Номера Версий Обычно Заканчивается Где-то На 20 Версия 20 И В таком Режиме Мы Получаем Готовый Продукт Через Неделю Допустим Здесь Автоматизирован Процесс Внесения Правок Документ Различными Сопрудниками В одно и то же Время Александр Хочу сразу Ответить Что автозаполнение Есть Оно даже Улучшилось Кстати Теперь есть Подержи Автоматически Но Здесь Наверное Вы просто Увидели Что Не заполнены Некоторые Промежутки В 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 Автоподстановок Автозаполнение Шаблона Это из-за того Что мы не заполнили Все реквизиты В карточке Самого документа Понятно Что автозаполнение Есть Оно будет Это очень удобно И эту функцию Я уверена Что точно не вырежет Это Очень хороший функционал Который экономит время Поэтому автозаполнение Файлов Оно есть И оно будет Его Новая версия Оно есть Здесь мы как раз Говорим про В данном случае Уже автозаполненный Документ Но при этом У нас Возникает Внутри Компании Между различными Сотрудниками Или подразделениями Мысли о том Что нужно Изменить Сам текст Или Проектные договоры Которые Подразумевают То что есть Блоки Которые можно Автозаполнить Но есть блоки Обязательств Или порядка Расчетов Или ответственности Сторон Которые Нужно прописывать Отдельно Для каждого Например Контрагента Как раз для таких Случаев У нас Предназначен Новый функционал Когда у нас У различных Наших сотрудников Внутри компании Есть Есть Много Комментариев И замечаний И для того Чтобы Все эти сотрудники Если особенно Их больше Двух Могли Одновременно Открыть документ Посмотреть Замечания Комментария Своих коллег Внести Свои замечания И особенность Для того Чтобы инициатор Смог Внести Сразу Все эти замечания И Скажем так Не вносить 10 правок Чтобы потом Вернуться К исходному Варианту Что кстати Здесь Тоже предусмотрено Возможно Вернуться К исходнику То есть Сохраняются версии Таких корректировок Как это происходит В этом случае Мы зашли Под согласующим Великановой У Великановой Будет Замечание К Или Большому Куску Текста Или К определенному Слову Будет Замечание Давайте Даже так Напишем Замечание От Великановой Так Так Дальше Под этим же Пользователем Под Великановой Мы смотрим Что Вот есть Кусок текста Которое Тоже мы Откомментируем Но это не будет Замечанием И сейчас покажу В чем Разница Сразу Внесли Комментарии Внесли Замечание Если У нас Есть Замечание Мы Не сможем С вами Согласовать Этот документ Под Великановой Почему Потому что Есть замечание Система Будет Ругаться Что Есть замечание Документ Не может быть Согласован То есть Мы Либо Удаляем Наше Замечание И Соглашаемся С данным Словом Или Текстом Или же Мы Вели Замечание И мы Не согласовываем Документ Потому что У нас Есть замечание Комментарий Он Не Обязывает Скажем Так Нас Сразу Не согласовывать Документ Допустим Если Инициатору Документа Рассказать На будущее Как Прошу учесть Вот Этот Блок Или Абзац Нужно будет Потом убрать Но здесь Пусть будет Окей И в данном случае Даже Не согласована Задача Ушла От Великановой Давайте Посмотрим Вот Таким Вот Образом Выглядит У нас Обработка Документа Из Карточки Документа Вкладки Обработка Красненьким Великанова Не Согласован И Сейчас Задача Осталась Только На Директоре Давайте Посмотрим Здесь Ушедомление Окном Настроено Как раз Наш Договор Попадаем Также Сразу Карточку И Смотрим Что у нас Есть У нас Есть Текст Документа У нас Есть Замечания Список Замечаний И Сразу Здесь Просматривается Кто Эти Замечания Внес Если у нас 20 Согласующих И Крайний Кто Открыл Этот Документ Здесь Будет Список Если Документ Проходил Несколько Этапов Где Было Тоже Много Правок Можно Такими Фильтрами Отбирать Комментарии За прошлый Этап За текущий Этап Все Этапы И так Далее Это Удобно Если У нас Есть Много Комментариев У меня Может быть Как У Директора У Федорова Тоже Либо Замечания Либо Комментарии Вводим Здесь Выбираем Кусок Текста И Вводим Своё Замечание Ок Ок Все В принципе Если У вас есть Замечания Его согласовать Не можем У нас же Не согласовано Смотрим Как выглядит При этом Карточка Документа Автоматически У нас Свернулось Действие Согласования Как видите Здесь Не согласовано Не согласовано Давайте посмотрим В нашу задачу Сойдем Которая Нам пришла Как Инициатор Документа Что же Нам Сейчас Нужно Делать С этим Документом Какие действия От нас Требуются Еще не пришла Задача Нам Через Задание Но мы Ждать Не будем Откроем Через Интерфейс Обработки Документа У нас Как у Инициатора Теперь нам Вернулись Все Комментарии Замечания Сейчас Нам Нужно Откорректировать Документ И Принять Все Правки У нас Есть Как видите Возможность Не только Принять Автоматически У нас Есть Возможность Отказать Допустим Нам Сделали Замечание О том Что Некорректная Дата Кто-то Мог Ошибиться Ошибочно Написать Данное Замечание И Таким образом Мы можем Отказать Замечание Понятно Что это будет Видно Затем В Статистики Данных По Согласованию Этой Задачи Что От нас Требуется Как от Пользователя У нас Есть Замечание У нас Есть Сразу Клацаем По Замечанию И Видим Сразу Текст Или Слово На которое Ссылается Замечание Затем Мы Открываем В Варде Данный Файл Для удобства Система Автоматически Создала Вот такие Нам Комментарии В режиме Рецензирования В самом Файле Для того Чтобы мы Не должны были С вами Открывать Параллельно Два файла И искать Тут замечание Там замечание И так далее Сразу Все Видно Делаем Изменения Допустим Удаляем И Все Здесь был Комментарий В принципе Комментарий Можно Не обязательно Комментарий Не обязательно Для реагирования Для того Чтобы документ Был согласован Но Так что Здесь Да К примеру Сделаем правки Сохраняем И Обязательно Нажимаем кнопочку Вернуться В режим Замечания Как видите Вот может Помните Пользуйтесь Активно Если у нас Документ Выделен Зеленым Это значит Что он Находится На Редактировании У кого-то В данном случае Это у нас Но при этом Нет Привычной Нам ситуации Когда Мы ждем Когда кто-то Отпустит документ Для того Чтобы внести В нем Какие-то правки Изменения И Так далее Мы Нажимаем Вернуться В режим Замечаний И Таким образом Мы отмечаем Для себя Что Что Вот это Мы Приняли Приняли Здесь Отказали Ок И Соответственно Повторяем Данную Задачу То есть Повторяем Обработку документов По конкретному Действию Согласования В данном случае Для Федорова И Великановой Ок И Ушло Таким образом У нас происходит Работа С Замечаниями По документу По файлу Совмещена Работа С Вардом Напишите Пожалуйста Как вам Понравилось Или не Понравилось Хорошие Комментарии Позитивные Это хорошо На самом деле Мы уже С вами Долго Мечтали О каком-то Таком Функционале Для параллельного Согласования Для параллельной Работы С одним Документом И По факту Нигде Он Хорошо Не Выполнен Скажем так Когда мы Физически Не можем Зайти В Вард И Пользователя И Используется Все равно Версия Здесь Разработчики Они ушли В принципе От версии Они Нарисовали Да Коллеги Тоже пишут Что нарисовали Новый Механизм И Прилепили Его На Сверх Файла Получается Что Сам файл Мы Не Трогаем Мы Пишем Замечания Комментарии Которые Система Очень удобно Сама Трансформирует В Комментарии В самом Файле Нам Удобно Потом Его Открывать Редактировать И Есть Этот Учет Да То есть Учет Комментариев Учет Замечаний Если Документ Длинный Мы Исправили В одном Месте Во втором Месте Мы не Исправили Забыли И Соответственно Мы Забираем Время У своих Коллег Которые Будут Перечитывать Этот договор То есть В любом Случае Получается Так Что мы Экономим Время Наших Коллег И конечно же Мы Пошли К коммерческому Директору Допустим С документом Он Внес Свои Правки Мы Внес Правки Затем Пошли С этим Документом К Гендиректору Или К Юристам Те Внесли Еще Свои Правки Причем Это Были Правки Правок Которые Внес Коммерческий Директор И Соответственно Бывает Конечно же Не то что Бывает Есть Такие Ситуации Их Довольно Много И для Того Чтобы Мы Внутри Своей Компании Могли Определиться С Единым Направлением И Пониманием Этот Механизм Он Очень Мне кажется Вдобен И Очень Хочу Увидеть Все Ваши Мысли По Этому Поводу Что Ж Будем Двигаться Будем Двигаться К нашему Третьему Киту Это Правила Коммуникация В документ Обороте Нам Привычном Аналогов Не было Еще Это Впервые Появился Функционал Правил Коммуникации Здесь Можно Расскажу Предварительно Небольшое Предисловие У нас С вами В нашем Документообороте 2.0 2.1 Может кто-то Пользуется Еще более Старыми Редакциями Версиями По факту Есть возможность У менеджера Рядового Создать задачу И Поставить В выполнение Этой задачи Исполнителя Гимдиректора Эта возможность Есть И она Есть у всех То есть Любой сотрудник Может поставить Задачу Либо создать Новую Либо Послать Служебную записку Гимдиректора Возможно Для кого-то Это В принципе Не сильно Большая Травма Но Если мы Работаем В большом Холдинге У нас Есть много Звений Скажем так И Иерархии И Этой Иерархии Нам нужно Придерживаться Довольно Жестко То Такое Поведение Системы Такая Возможность Системы Будет Абсурдной Правильно Здесь Разработчики Создали Абсолютно Новый Механизм Который Может Ограничивать Такую Возможность Сюда Немножко Повторюсь Давайте Прежде чем Заходить В правила Коммуникации Такую интригу Поддерживаю Зайдем В НСИ И Зайдем В Карточку Разделения Видите Может Вам сразу Броситься В глаза Появился Новый Реквизит Ранг Что такое Ранги Скажите Вы Это Цифровой Эквивалент Иерархии Считается Сверху Вниз Первым Рангом Мы считаем Всегда Администрацию Руководители И так далее Вторым Рангом Тут уже Наверное Каждый по-своему Будем Считать Допустим Заместителей Третьим Рангом Директора Департаментов Четвертым Рангом Могут Директора Подразделений В Данных Департаментах Понятно Что структура Может быть Очень Глубокой И Для этого Мы Выставляем В каждом Подразделении Вот такой Ранг Есть Авторанг Есть Особый Ранг Можно Проставлять В Ручную Здесь Видите У нас Недоступен Если Автор Он Обозначается По структуре Папочек Структуре Подразделений Из Структуры Предприятия Авторанг Если У нас Каким-то Образом Мы Решили Что будет Отличаться Структурой Рангов От Структуры Предприятия Можем Вручную Ставить Для чего Это Нужно Для наших Правил Коммуникации Давайте Посмотрим У нас Есть Слева Виды Документов Тематики И Реквизиты Будем Смотреть На Служебные Записки В данном Случа Мы Видим Что Правило Коммуникации Настроено Для Служебной Записки Для Реквизита То есть Здесь Проставлено Ограничение Для Адресата Служебной Записки Если Мы Откроем Мы Видим Вот Такую Таблицу Давайте Разбираться В Левой Скажем так Стороне У нас Есть То есть Это колонка От кого И Кому От Кого Давайте Попробуем Расшифровать Прочитать То есть Сотрудник Любого Ранга С Любым С Любым Видом Подразделения Может Ставить В адресата Служебной Записки Руководителя Своего Подразделения То есть Как видите Здесь Выбирается Такое Ограничение Затем Руководители Подразделений Третьего Ранга И более Да Могут Ставить В адресат Служебной Записки Только Руководителей Подразделений Ранга Номер Два То есть Выше Получается И Третья Строка То есть Руководители Первых Вторых Рангов Подразделений Могут Ставить Затач Ставить В адресат Служебной Записки Руководители Всех Подразделений Здесь Без Ограничения Вот такая Вот Настройка Как Это Выглядит По факту Когда мы Выбираем Давайте Кстати Попробуем С вами К сожалению Не подготовлен Был Пример Для Данного Случа Но Давайте Попробуем Покажу Как Выглядит Можем Создавать Либо Задачу Простое Либо На основании Так Это у нас Ответственный Ставим Сотрудник Здесь К сожалению Не получился Не получился Например Когда Сотрудник Недоступен Из-за Настроек Правил Коммуникации Он Выделяется Серым Цветом Неактивный Мы Выбрать Не можем Здесь Видим Что Все Сотрудники У нас Обычным Шрифтом Жирным Шрифтом У нас Это Руководителя И Соответственно Мы их Можем Выбрать Ну Что Пример Не получился Но Ничего То есть Вот такой Механизм У нас Появляется Правила Коммуникации Мы можем Выстраивать По факту За Признаками По Видам документов По тематикам Документов И По Действиям Вот такой Новый У нас Функционал Возможно Если У нас Небольшая Компания И Там Работает Всего 20 Сотрудников Мы активно Пользуемся Коммент-обротом Этот функционал Не будет Понятен И не будет Нужен Но Новая версия Новая редакция 3.0 Как раз Рассчитана Для Больших Холдингов И функционал Видите Он Рассчитан На большое Количество Участников Обработок И На большое Количество В принципе Сотрудников Вплоть до того Что мы делим От разделений Сотрудников На ранге То есть Это удобно Именно В контексте Когда мы работаем В Холдинге Большая организация Где много Подразделений И сотрудников Что вы думаете Об этом Новом функционале Пожалуйста Пишите в чатик И обсудим С вами После вебинара Еще Один Скажем так Это уже Не вписывается В нашу метафору Про Трех китов Есть Еще один Кит Очень большой И Шокирующий Он касается Настройки Право доступа Если вы Сейчас Внимательно Присмотритесь К разделу Настройки Администрирования И блок Право доступа Вы увидите Что здесь Чего-то Не хватает Кто догадался Пожалуйста Пишите В чат Профили Профили как раз есть Вот у них В полномочиях Надежда Надежда Епифанова Вам поздравления Вы самый внимательный Сегодня слушатель И Елена Казачкова Тоже Догадались Что нету Политик доступа И первая Наверное Реакция Это Ну такой Небольшой шок А как же Настраивать Права Убрались Политики доступа И это правда Их здесь нет И Соответственно Нет Разрешений У нас Общих Нет разрешений Специализированных И все наши умения Да Настраивать Политики доступа Нам больше не пригодятся В новой версии Как так получается Как настраивать Как жить с этим Давайте сейчас расскажу То есть Полномочия И профиля У нас есть Здесь Ничего не изменилось Что уже хорошо Настраиваем Профиль Полномочия Обобщенное Деление Прав Самое широкое Что же делать Потом Мы раздали Всем пользователям Права На создание Всех видов Документов Как с этим жить Оказалось Что Может быть Это даже Удобнее Чем С политиками Доступов В Видах Документов Если тоже Так Сейчас Секундочку Жабоне Документов У нас Может быть Тоже заметили Если я раньше Показывала Может быть Не показывала Извиняюсь Появилась Одна галочка И Больше ничего Никакой Новой информации Так вот Новый документооборот Практически Переписал Все правила Расчета Все правила Для расчета Прав доступа Пользователей Сейчас Вот здесь Возможно Даже покажется Что это Менее интуитивно Или более интуитивно Или в принципе Уже Расходится С другими конфигурациями Очень сильно Доступ Автоматически Предоставляется Связанным документом Связанным документом Это Внутри Данной конфигурации Называется Как права По касанию Права По касанию Для документов Права По касанию Для проектов Как это Будет Мы Как пользователи Сидим Работаем Документоборот Нам приходит Новая задача Согласовать документ Этот документ Привязан К входящему документу А также Переписка Входящий Сходящий документ И Внутренний Привязанный К Проекту Как раз Для таких Случаев И Рассчитан Скажем так Новые механизмы По работе Прав Нам автоматически Приходит Доступ Мы получаем Доступ По касанию Документов То есть Мы открываем Задачу По документу В котором Мы являемся Согласующим Например В обработке Этот документ Привязан К проекту Мы переходим В этот проект И автоматически Получаем доступ К данному проекту На просмотр Для изменения Немножко Здесь Другие правила И другие опции Но Вся база Как устроено Развлечение прав В новой конфигурации Собственно Базируется И основывается На таком Принципе Скажите вы А как же А как же Ограничить Такую Возможность То есть Допустим Мы не хотим Чтобы у нас В системе Было такое Правило По касанию Допустим У нас есть Секретные Какие-то Материалы Скажем так Или документы Которым Мы бы не хотели Ограничивать Открывать доступ Всем сотрудникам Это называется Регламентированный доступ То есть Определенные документы Виды документов Которые мы будем Запрещать Расшаривание Прав Прав по касанию И собственно Это галочка Которую мы видим Здесь И действует Таким образом Что мы Запрещаем Правила По касанию Для документов То есть Мы можем Смело Добавлять Сюда Проекты И так далее И при этом Будем знать Что Пользователи Которые Имеют доступ К примыкающим Документам Не будут Иметь доступ К данному документу Потому что Поставлена Именно Эта галочка Подбираем Пользователи И соответственно И соответственно Они будут Получить доступ Пока мы здесь Также хочу Рассказать О Тоже новом Понятии Которое тоже Связано с правами Такое понятие Как подразделение Контейнеры И проекты Контейнеры Что это значит Если мы выбираем В данном случае Мы хотим Сформировать всю группу Раньше мы называли Рабочей группой Помните В наших Текущих версиях Документа Обороте Рабочая группа Документа Мы хотим Добавить целое Подразделение Это значит Что мы автоматически Добавляем Всех сотрудников Этого подразделения Руководителя Подразделения И И все Если допустим Подразделение Включает в себя Еще Некоторое Подразделение А мы хотим Им тоже Решали доступ Такой возможности У нас не было Сейчас Такая возможность Есть Давайте попробуем Выбрать Отдел Производства Когда мы Выбираем Где-либо В системе Подразделения Мы У нас Спрашивает Система Кого Именно Мы хотим Включить Только Руководителя Сотрудников Всех И Собственно Всех сотрудников И сотрудников Всех Нежестоящих Подразделений Если у нас Такая вот История Как здесь Подразделения Подразделения Смещает Себе Еще Три Отдела Довольно Удобно Готово В принципе Тема с правами В новом документообороте Она Довольно Глубокая Обширная Мне бы хотелось Рассказать Больше О ней Но Я боюсь Что мы Очень сильно Затянем Наш вебинар И Потеряем Ваш интерес Скажем так Поэтому Я надеюсь Что Мы Запланируем В скором времени Отдельный Вебинар Где Более Глубоко Внедримся Возможно Именно в права И еще Некоторые моменты О которых Сегодня Не успею Рассказать Ну что ж Коллеги Как вам Настройка прав Шокирующий Не так ли Еще У нас В принципе Мы проработали Все наши Основные Вопросы Основные Изменения Которые У нас Есть Еще Расскажу О небольших Изменениях Точечно Кратенько И Будем завершать И продолжать Общение В чатике Изменения Это имеется Ввиду В данном Случае У нас Данное Данное Подразделение Контейнер Имеет Право На просмотр Данного документа Но не имеет Права На его Изменения Если мы Хотим Чтобы У наших Сотрудников Данных Было Право На изменения Мы включаем Включаем Галочки При этом Мы хотим Чтобы Допустим Наше Подразделение Включительно Несуществляющее Подразделение Имело Доступ К Просмотру Чтения Мы выбираем Просто Без Галочки Но при этом Если мы Хотим Чтобы В проектном Бюро Руководитель Имел Доступ К Изменения Документа Мы будем Таким Образом Настраивать Как по мне Довольно Удобно Что Думаете Вы Мария Кстати Тоже Не планировала Сегодня Рассказывать Об этом Больше Скажем так Относится К администрированию Нового документа Оборота Как Как быстро Исправлять ошибки Как быстро Раздать доступ Пользователю Если очень нужно Где у нас Обобщенная И Четкая информация По правам доступа Откуда ее можно Получить Что касается Быстрого Исправления ошибок У нас есть Такая Внутренняя Обработка Изменения Доступа Для быстрого Доступа Для быстрого Расшаривания Доступа Множество Участников Добавляем Объект Выбираем Объект И Расставляем Что именно Нам нужно Делать С этим документом Это Используется Для Именно Администрирования Уже Появилась Возможность Наконец-то Работать С Рабочими Днями В плане Сроков Исполнения То есть Система Получая Доступ К нашему Производственному Календарю Может Рассчитывать Сроки Исполнения Документов В Рабочих Днях А не В календарных Как обычно У нас Это происходит Давайте Посмотрим На Наш Вид документа Приказ Здесь Используется Срок Исполнения И Как видите Здесь Мы можем Указать Что Нормативный Срок Исполнения Данного Вида Документа У нас Будет 5 Рабочих Дней Давайте Посмотрим Как это Будет Выглядеть При В карточке Документа Смотрите Автоматически При создании Данного Вида Документа У нас Автоматически Проставился Срок Исполнения В рабочих Днях И Очень приятно Что Они Корректны 5 Рабочих Дней Можем Сверить Все Корректно Такие Небольшие Изменения На самом Деле И больше Всего Наверное Упрощают Нам Жизнь Поскольку Мы О них Скажем Так Даже Прекращаем Думать Что Еще Интересного У нас Есть В системе Но Это Скорее Уже Платформенная Вещь Помните Как раньше У нас Была Проблема Когда Мы Создаем Реквизит Дополнительный И он Автоматически Выводится На закладочку Дополнительно В карточке Документа И нам Приходится В настройках Вида Управить Форму Документа И затем Сложным Механизмом Настройки Персональных Настроек Расшаривать Доступ На всех Для нас Как Для Пользователей Которые Хотим Помочь Коллеге Или Помочь В Работе Администрирование Программы Мы Знаем Такие Небольшие Приемы И как Их Обходить Здесь Собственно Таких Как Танцев С Бубном Можно Их Можно Обойти И Если мы Внесли Какие-то Изменения В Форму Вида Карточки Документа То Мы можем Сохранить Эти настройки Как шаблонные Как рекомендованные И соответственно Всем пользователям Во-первых Всем пользователям Как и текущим Которые Уже Зарегистрированы В базе Будут Поражаться Эти настройки Всем Новым Пользователям Которых Мы еще Не создали Будем Создавать У них Это будет Обычными Настройками И они Сразу Будут Видеть То Что Мы Настроили Сами Понятно Что Также У каждого Пользователя Есть Своя Возможность Подкорректировать Патформу Но Это очень удобно Если Особенно Работаете С Допреквизитами В задачах В карточках Документов Для того Чтобы Их Выводить На Фронтальную Страничку С Реквизитами А не Для того Чтобы Она Оставалась На Другой Вкладке Также Тоже Часто Была Проблема Если Мы Добавляем Файл Со Сканером Особенно Если Файлов Много То Мы Можем Настроить Скажем так Шаблон Наименование Для Файла Со Сканера И Вплоть До Контрагента Организации И Нумератора Что же Возможно Будем Прекращать Нашу Завершать Нашу Демонстрацию О чем О всем Хотела Рассказать Вам Рассказала Если Чего-то Пропустила То Я Я думаю Будем Проводить Еще Один Такой Вебинар Уже Без Технических Неполадок И В Ранее Согласованное С вами Время Также Возвращаясь К Нашим Текущим Версиям Документа Оборота Буду Проводить Вебинары По Работе С Процессами Задач В Текущих Редакциях Редакциях 2.0 Редакциях 2.1 Как Работать Как Настраивать И Как Сейчас Происходит Работа С Процессами И С Маршрутами Как Вы Знаете Еще Не Огласили Дату Выхода Финальной Версии Окончательной Даты Выхода Финальной Версии Новая Редакция И Продолжается Очень Активно Работа С Текущими Редакциями 2.1 2.0 Для То Чтобы Вы Могли Разобраться Или Возможно Подключить Своих Коллег Которые Работают В текущих Редакциях Будем Рассказывать Процессы И задачи Что ж Всем Спасибо Отключаю Демонстрацию И Пожалуйста Если у вас Есть Что Написать И Сказать Очень Хотела бы Почитать Ваши Комментарии Что вы Думаете О том Что вы Сегодня Увидели О наших О новых Изменениях Которые Мы Уже С вами Протестировали Вместе Очень Хотелось Услышать И Прочитать Пока Останавливаю Демонстрацию И Всем Пока Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует